Привет, друзья! С вами сегодня я, Наталья Качанова Роуц. Я, как всегда, рада видеть вас на своем канале. Достаточно часто я получаю письма от женщин, в которых женщина мне пишет. Вот, Наталья, вы всегда рассказываете и приводите в пример счастливые истории, когда женщины выходят замуж за иностранца. А ведь наверняка встречаются и неудачные браки. Почему вы об этом умалчиваете? Признаюсь вам абсолютно честно, что одинаково сложно найти женщину, которая согласится дать интервью, счастливую женщину, потому что она боится сглазить свое счастье и не хочет рассказывать на весь мир историю своей любви и счастливой жизни, чтобы ей никто не подзавидовал. И точно так же сложно найти человека, который бы вынес на всеобщее обсуждение свою жизненную историю, свои неудачи и опасения такие же, чтобы не сказали на весь мир, что вот такая ты дура. Поэтому я сегодня расскажу вам две истории, на мой взгляд, очень поучительные. И я надеюсь, что вы сможете сделать свои выводы, прослушивая твою историю. Итак, история номер один, в которой принимала участие девушка, с которой я не была лично знакома. Помочь ей меня попросила моя одна знакомая из Харькова. Написала, что вот ты знаешь, девочка вышла замуж, живет во Флориде, ситуация у нее сложная. Можно ли она тебе напишет, там как-то подскажи ей, что делать, потому что она одна в чужой стране и не знает, как будет. Итак, как же эта девочка попала в Америку? На момент нашей встречи, на момент нашего знакомства ей было уже 34 года. И она рассказала, что вот с этим нынешним своим американским мужем она встречалась и переписывалась почти 7 лет. Эта переписка возобновлялась, утихала, замирала на какой-то период времени, опять возобновлялась. И она, рассказывая мне свою историю создания вот этой семьи, она говорила, что инициатором переписки всех встреч была она. Так сложилось, что в ее жизни особо мужчин не было. И она признавалась, что она уцепилась за этого мужчину, как за спасательный круг. Она к нему сама приехала в Америку. Она его сподвигла на то, что она приехала сюда по туристической визе. Она сподвигла его на то, чтобы они поженились, и она смогла подавать документы на грин-карту. Вот вы слышите все время мои истории? Кто здесь главное действующее лицо? Женщина. Естественно, история-то ничем хорошим не закончилась. Мужчина не был заинтересован. Ей помогали его родители, особенно папа, он ее поддерживал. Мама особо не была сторонницей брака ее сына с иностранкой. Она прожила в Америке 2 года, пока не получила грин-карту. И со временем вернулась в Украину. Я даже помогала ей покупать билет, потому что у нее было настолько плачевное финансовое состояние, что денег на приобретение билета обратного домой у нее не было. Муж ей денег не давал. Она начала работать. Она пошла, закончила определенные курсы. Одним словом, она здесь получилась. Поняла, что жизни не будет. Она мучилась. Мы очень много с ней разговаривали. Но обе мы понимали, что конкретный мужчина в ней совершенно не заинтересован. То есть вы услышали. Главным инициатором всех событий выступала женщина. Ситуация номер 2. Женщина нашла меня через YouTube. Она, наверное, будет смотреть это видео тоже и, возможно, узнает свою историю. Но так как я не называю имена, я не называю штат, не буду называть штат, поэтому вы тут уж как-то думайте. Итак, женщина из России на момент встречи с мужчиной, с будущим мужем, ей было 40 лет. Они переписывались не так долго, а познакомились на сайте знакомств. Он к ней переехал, приезжал 2 или 3 раза уже, сейчас не помню точно. Вот это время их переписки, оформление документов, приезд. Вот это все заняло где-то полтора-два года. Она до этого в Америке не была и не видела и не знала, где и как он живет. И встретились мы с ней уже, когда она уже прожила здесь, в Америке, с этим мужчиной полгода. Позвонила она мне и попросила на консультацию в состоянии депрессии, в панике и в отчаянии. Что ей делать, потому что она хотела уже собираться и возвращаться назад к себе домой в Россию. Что же произошло? Женщина живет в небольшом городе в России, но где-то населением уже тысяч пятьдесят. Переехала она сюда к мужчине, который живет даже не в городе, Ну, такой маленькая деревушка на где-то полторы тысячи человек. Причем, чтобы вы понимали, что такие маленькие селения, у них только есть небольшой район, как бы сити-центр. Центр города, центр town, city, village. А все остальные дома, они стоят как ранчо, обособлены друг от друга, может быть, на полторы, две мили, три мили, но в зависимости от того, как у кого земля там нарезана, какие участки земли. И вот он привез ее, дом хороший, добротный, красивый, машину она не вводит. Английский у нее очень такой, ну вот она учила, конечно, там что-то она уже может сказать, выразить свои мысли, но, конечно, там читать свободно и писать свободно, конечно, ей еще это было сложно. И вот мужчина уезжает на целый день на работу, а она одна в этом доме, посреди лесов и полей. Ей хватило этой экзотики, как она мне говорит, в первый день, ей хватило 20 минут, пока она поняла, куда она попала. И ее вопрос был, что мне делать. Я понимаю, что мужчина неплохой, я вижу, что он ко мне хорошо относится, он заботливый. Но я не могу так жить, я просто здесь хожу с ума. Я не могу бесконечно чистить дом, ей не нужно ухаживать за животными, у него там есть какие-то животные, за которыми ухаживают специально обученные люди. То есть ее не брали в качестве наемной прислуги или бесплатной рабочей силы. Когда мы начали с ней общаться, я задала ей вопрос, скажите, пожалуйста, вы знали, куда вы едете? Ну, название населенного пункта, да, знала. Мужчина вам рассказывал, как он живет? Да, рассказывал. Мужчина вам показывал свой дом? Показывал. Вы смотрели, вы вообще поинтересовались, например, забили в поисковике название этого местечка, потому что, ну, более-менее такие продвинутые маленькие даже городочки имеют свои сайты комьюнити, какие у них там активности происходят, они там какие-то выставляют объявления о том, что у них там происходит, какие-то дэнс-классы или у кого-то там крестины, свадьбы, то есть такие маленькие локейшн, локал комьюнити, они очень такие активные и подвижные. Она говорит, нет, я ничего этого не делала. Задаю вопрос. Вас мужчина обманул? Нет. Кто вас обманул? Я сама. Потому что сама не провела никакой работы. И когда я задаю вопрос, а на что вы полагались, когда вы сюда ехали? И она говорит мне, в тот момент у меня была только одна мысль. Я хочу выйти замуж. Я хочу уехать из своего города, где я живу, где там мне уже та жизнь опостылила, и я вот хочу выйти замуж и просто уехать. И человек хороший. Я подумала, что жизнь будет замечательной. Этой женщине очень сложно сейчас. Мужчина не будет. У него этот дом, это... У него свой... Своё небольшое, пусть небольшая ферма, небольшой бизнес. Он ещё где-то работает там дополнительно. Переезжать уже в город, где-то поближе к цивилизации, если можно так сказать, он не планирует, потому что это, во-первых, дополнительные затраты. Это нужно что-то делать с жильём. То есть это полностью нарушать его ритм жизни. И он ей тоже задавал вопросы. Ну я ведь от тебя ничего не скрывал. Ну вот ты сейчас приехала, и что нам теперь делать? Вы спросите меня, чем закончилась эта история? Эта история ещё не закончилась. Потому что женщина в процессе оформления документов. Но, скорее всего, этот брак завершится. Потому что после получения документов она планирует уехать от этого Мужчины. Ну, какой-то переехать в другой штат, в другой город, в большой город. И начинать создавать свою новую жизнь с нуля в другом городе. Сейчас то, что она делает, она активно изучает английский язык. Вот, подведу итог этим двум историям. Они совершенно разные. И там, и там была в большинстве и степени инициатива от женщины. И там, и там мы видим, но я надеюсь, что вы тоже видите, те ошибки, которые совершали эти героини моих этих рассказов. Поэтому я никак не могу сказать, девочки, что все, кто выходит замуж за иностранца, все счастливы. Потому что вы все обязательно выйдете замуж за миллионера-банкира-сироту, который привезет вас в какие-то шикарные домы на берегу океана, с бассейном, с прислугой. И вы будете каждый день развлекаться, ходить по магазинам. Но, может быть, кому-то и повезет. Я никаким образом это не отрицаю. Буду очень счастлива за такую девочку. Но чаще всего мы встречаем обычных мужчин, обычных людей, у которых такая же жизнь, как и у нас, просто в другой стране, просто в другом городе, просто в другой культурной среде. Поэтому сейчас обращаюсь с тем из вас, кто заинтересован и находится в поиске мужчины, или уже строит отношения с мужчиной, и задумывается о том, чтобы переехать на постоянное место жительства в другую страну. Задайте себе вопрос. А что я знаю о возможностях моей жизни там, в новых для меня условиях? Где и как живу я сегодня, и куда я перееду? Если что-то мне не понравится, где я буду искать виновных? Я не за поиски виноватых и виновных, нет. Я за то, девочки, чтобы вы думали, прежде чем делать какие-то, совершать какие-то действия, какие-то шаги в своей жизни. Ну, а еще у меня из-за пати истории о том, какими бывают американские мужья со знаком минус. Но эту историю расскажу в следующий раз. А пока до встречи. Всего доброго. Девчонки, желаю вам правильных мыслей, правильных решений. Вот теперь и пока.